Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим о здоровье населения Республики и об организации здравоохранения. Ну, наверное, многие из вас, уважаемые телезрители, радиослушатели, обратили внимание на тот факт, что за последние годы в медицине появилось просто невообразимое количество аппаратуры. Как часто мы используем ее возможности для исследования собственного здоровья, об этом сегодня нам расскажут главный специалист Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Елизавета Мальчугина и эксперт-эндоскопист Министерства здравоохранения Чувашской Республики Надежда Аверина. Ну что ж, уважаемые эксперты, вот действительно, за последние 10-20 лет именно российская медицина была значительно модернизирована с точки зрения аппаратуры. И это внедрилось как в диагностический процесс, так и в лечебный. Глазами специалиста, как вы оцениваете это все? Улучшение качества медицинских услуг является величайшим достижением человечества за последние 100 лет. Это слова бывшего генерального директора Всемирной организации здравоохранения доктора Ли Вук. И во многом это зависит за счет развития медицинской техники. И, конечно, невозможно было вообразить, что до конца 19 века невозможно было и заглянуть внутрь человека. На сегодняшний день мы имеем современную аппаратуру, которая нам позволяет очень многое. Новый виток в развитии здравоохранения именно в лучевой диагностике позволили нам не только увидеть, как устроен внутри человек, но и диагностировать те заболевания, которые раньше были недоступны. И, может быть, впервые мы узнали о них благодаря методам лучевой диагностики. Ну, вот это практически ультразвуковая томография, это практически на глазах одного поколения к нам так вошло. И я помню, когда это был единственный томограф на всю Чувашскую республику, а сегодня их имеет уже 18 больниц. Совершенно колоссальный рывок. Безусловно, понятно, что все это произошло в большей степени благодаря государству. В настоящее время в отечественном здравоохранении продолжается этап модернизации деятельности отдельных служб. И движущим моментом модернизации явился национальный проект здоровья, в рамках которого осуществилось важнейшее направление оснащения лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием и, как следствие, развитие высокотехнологичных видов медицинской деятельности. Сегодня в учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях достаточно современное оборудование. А в учреждениях третьего уровня – оборудование мирового уровня. Безусловно, нам не хватает его количества. Но то, что оно догнало Европу и мировые позиции – это однозначно. Но оборудования, я считаю, не хватает, потому что наше население стало сейчас очень информировано. Мы заботимся о своем здоровье, и, конечно, каждому хочется пройти исследование. И, конечно, это и создает большую потребность и в количестве исследований, и в повышении доступности оказания медицинской помощи именно в плане диагностики, так как нашему населению хочется быть здоровыми и вовремя выявлять заболевания. Я также хочу подчеркнуть очень важный момент. То, что благодаря именно нашему Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, усилиями которого наша республика смогла поучаствовать в реализации тех пилотных проектов, начиная с национального проекта здоровья, с проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, реализации программы снижения смертности от дорожного травматизма. И по туберкулезу, по-моему, достаточно серьезный проект. По туберкулезу. И большая очень программа была в рамках реализации национальной онкологической программы. Благодаря участию именно в этих проектах мы получили очень большое количество оборудования именно для диагностики, что позволило выйти и оснастить нашу Чувашскую Республику на уровне мировых стандартов. И я не побоюсь этого слова, потому что на сегодняшний день у нас есть достаточно уникальное оборудование именно в лучевой диагностике, позволяющее нам диагностировать заболевания на очень ранних стадиях развития. Ну, однажды я шла по онкологическому диспансеру, и с гордостью доктора говорили о том, что такое оборудование стоит только в Чебоксарах и нет даже в Нижнем и в Казани. Что было чрезвычайно приятно, что наши пациенты находятся под такой аппаратной защитой, если можно так сказать. А вот какое количество, грубо говоря, железа по-молодежному к нам поступило и в рамках, может быть, национального проекта, и последние 4 миллиарда, которые были потрачены на модернизацию нашей республики? То, что касается эндоскопической службы, то в рамках программы «Здоровье» в 2007 году поступило 100 единиц эндоскопического оборудования. По программе «Модернизация» эндоскопическая служба получила 54 единицы оборудования, и вот это оборудование нового поколения, новое цифровое эндоскопическое оборудование, которое предполагает визуализацию малых очагов патологии до 3 миллиметров. Вместе с этим оборудованием пришли аппараты автоматической обработки и сушки и хранения этой аппаратуры. Это очень значимый вопрос в эндоскопии. Потому что стерилизация – это не одноразовые вещи, и существует страх у человека в пользовании этих аппаратов. Безусловно. И хотелось бы здесь отметить, что в Чувашской республике в 10% лечебно-профилактических учреждениях установлены такие автоматические машины для обработки, тогда как по России эта цифра составляет 6%. Парк эндоскопии заметно улучшился и в некоторых учреждениях полностью поменялся после этих двух программ. Сегодня не только в республиканских учреждениях современное оборудование. Его достаточно уже и в клинических больницах города, и даже в центральных районных больницах. Важно, чтобы там, самое главное, были уже врачи, способные пользоваться этой аппаратурой и быть полезными нашим пациентам. А что с оборудованием в вашей сфере? У нас тоже, конечно, произошли кардинальные перемены. Потому что у нас произошло не только количественное, но и качественное переоснащение оборудования, именно что касается лучевой диагностики в рентгенологии. Дело в том, что наш регион, один из немногих по состоянию на сегодняшний день, имеет парк флюорографов, которые имеют цифровую обработку изображения. Это и более качественно, и менее вредно, и кроме этого это соответствует мировым стандартам. Дело в том, что цифровая флюорография позволяет нам использовать данную технологию, передавая изображения на расстояние. То есть мы можем передать это уже и в какое-то головное учреждение, проконсультировать данный снимочек уже и с научно-исследовательскими институтами. И кроме этого это дает возможность формировать медицинский архив изображений. Кроме этого у нас еще произошло такое, что мы оснастились очень хорошо компьютерными томографами. Если мы в 2007 году имели всего их 4, то сейчас их 18 уже. И у нас имеет оснащение компьютерными томографами все специализированные учреждения. Это кардиологический, онкологический диспансер, туберкулезный диспансер. Вот недавно приобрели и установили там компьютерный томограф. Но и детские учреждения, это городская детская больница номер 3 у нас имеет компьютерный томограф. Республиканская детская клиническая больница сейчас установила и успешно запустила данный томограф в эксплуатацию. То есть практически благодаря именно нацпроекту у нас все учреждения, все узловые и ведущие учреждения имеют компьютерную томографию, которая стала очень доступной. Если рентгенография это ажи грудной клетки, это плоскостное изображение объемных структур, то компьютерная томография позволяет нам именно сохранить этот объем, и что значимо повышает качество лучевой диагностики. Мы имеем возможность уже увидеть мелкие очаговые тени, начиная от 3-5 мм, что, конечно, совершенно по-другому уже расценивается состояние пациента и динамика патологического процесса. Кроме этого, хочется остановиться на том, что у нас появились магниторезонансные томографы, которые также соответствуют современным требованиям. Это аппараты, которые позволяют уже проводить исследования головного мозга с использованием современных методик исследования, позволяют проводить исследования малого таза. Это магниторезонансные томографы, установленные в больнице скорой медицинской помощи и в онкологическом диспансере. И, конечно, вот такое вот оснащение, оно позволяет нам вовремя провести исследования. Ну и аппараты УЗИ, которые стали, вот я не знаю, как любой стоматологический как бы аппарат. Аппараты УЗИ – это, конечно, изобретение такое, что, в общем-то, благодаря ему, данному методу, который не несет лучевой нагрузки, мы имеем очень большой вклад именно, наверное, в здоровье нации. Потому что даже вот те же заболевания почек, благодаря широкому внедрению ультразвуковых исследований в практику, уже опухоли почки, которые раньше диагностировались на поздних стадиях, сейчас они диагностируются уже на ранних стадиях развития заболевания, когда можно человеку помочь и улучшить качество жизни на ранних стадиях развития онкологического процесса. У нас и в маммографии произошли очень значимые перемены. Если у нас раньше было 5 маммографических аппаратов, это по состоянию на 2004 год, то сейчас мы уже имеем 19 маммографических аппаратов, 7 из которых цифровые, и 2 из которых находятся на передвижных мобильных комплексах. То есть мы имеем возможность выезжать уже куда-либо непосредственно в районы, и таким образом приблизить медицинскую помощь к населению. Сейчас этим занимается активно онкологический диспансер и городская клиническая больница номер 1. И, конечно, вот такое исследование, как маммография, ультразвуковое исследование молочных желез, конечно, приводит к тому, что мы сейчас диагностируем уже рак молочной железы тоже на ранних стадиях развития, и у нас эти показатели одним из лучших по Приворскому федеральному опыту. Но получается качество жизни, и самое главное, сохраняется срок жизни. Радиология на сегодняшний день представлена у нас радиозатопной лабораторией, которая начала работу в 2010 году благодаря тому, что мы реализовали национальную онкологическую программу. Мы получили уникальное оборудование, это гибридная технология, однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, который позволяет нам проводить и радиозатопные исследования, и компьютерную томографию за одно исследование. У нас радиозатопные лаборатории были и раньше, но вот в связи с перестройкой и с трудными, в общем-то, годами, у нас в течение 10 лет, то есть начиная где-то с 2000-х годов до 2010 года, не было совсем этих исследований в республике, они были малодоступные. На сегодняшний день проводится около полторы тысячи исследований в год, и кроме этого наша радиозатопная лаборатория вот оснащена таким уникальным аппаратом, который имеется единственной в Российской Федерации и только у нас, это гамма-камера, которая позволяет исследовать молочные железы, это так называемая мамосцентеграфия. Данная аппаратура, в общем-то, широко внедрена в Европе, и в Японии, и в Америке. В Российской Федерации она представлена только у нас, в нашем онкодиспансере. А есть ведь еще и лечебное радиологическое оборудование? Национальная онкологическая программа позволила нам приобрести и уникальное оборудование для лучевой терапии. Это ускоритель английского производства фермы «Электа», который позволяет нам облучать и проводить лучевую терапию онкологических заболеваний с использованием планирования, с использованием компьютерной томографии. То есть лучевая нагрузка, она ложится только на ту опухоль, на ту патологию, которую необходимо облучить. И побочные действия здесь уже совершенно минимальны. И еще у нас появилось два аппарата, которые позволяют нам проводить лучевую терапию качественно и с минимальным риском для здоровья человека. Ну вот сейчас слушают нас телезрители и радиослушатели и думают о том, что все-таки да-да, все хорошо, так много качественного суперсовременного железа у нас. А доступность этих аппаратных методов исследования какова? И входят ли эти исследования в стандарт лечения россиян? Ежегодно в Чувашии выполняется 150 тысяч эндоскопических исследований. Из них 118 тысяч в кабинетах эндоскопии, которые расположены в 39 лечебных учреждениях Чувашии. Это очень много, да, конечно. Если прийти к цифрам, мы увидим, насколько мы доступны. Сегодня на 100 жителей республики Чувашия приходится 11-12 эндоскопических исследований в год. По сравнению с Россией, эта цифра 6-7 исследований на 100 человек Российской Федерации. Больше болеют или... Да, в два раза. Больше обследуются. Больше обследуются. Мы более доступны. Во-первых, у нас достаточное количество еще и врачей. Мы здесь тоже можем это отметить. 0,48 на 10 тысяч населения. Тогда как по Российской Федерации это 0,32. То есть уровень доступности достаточно высокий. Возьмем такую процедуру, как колоноскопия. Достаточно сложные больные отношения к этому обследованию. В Чувашии это соотношение по сравнению с обследованием желудка и кишечником 1 к 7. Тогда как по Российской Федерации это 1 к 10. У нас достаточное количество колоноскопов. И я могу привести сейчас пример, что мы в 2014 году, как резко выросло количество обследований колоноскопии, благодаря приказу Минздрава Чувашии от 2014 года о профилактике ранних формов рака прямой и ободочной кишки. В связи с этим возникли больше возможностей определения предопухолевопатологии и ранних раков кишечных. Это значит, что если человек чувствует, что у него неблагополучность кишечной системы, желудочно-кишечным трактом, то лучше прийти к вам пораньше для того, чтобы предвосхитить многие вещи. Да, безусловно. Человек должен понимать проблему рака во всем мире. Он должен осознать. Мы уже говорили с онкологами, что эпидемия рака в планетарном масштабе распространяется. Доступно не только исследования эндоскопии взрослым, но и также детям. В год их проходит более 7000 исследований. И аппаратура в детских учреждениях, особенно в таком, как и Республиканская детская клиническая больница, самого высокого уровня, на мировом уровне. Здесь вся эндоскопия цифровая, так называемые видеоэндоскопы. Ну что ж, можно порадоваться за наших пациентов, хотя лучше не болеть. А у вас? Флюорография, маммография на сегодняшний день являются скринингами и исследованиями. И почти каждое уже учреждение Чувашской республики имеет цифровой флюорограф и имеет маммограф. Таким образом, практически все население охвачено данными методами профилактических исследований. На сегодняшний день где-то проводится около 650 тысяч исследований именно профилактических флюорографических исследований органов грудной клетки. Ну, это же ведь диспантеризация, да, как государственный такой проект по сохранению здоровья нации. И в рамках диспантеризации многие ваши исследования, они проводятся бесплатно и в очень плановом системном порядке. Да, они включены в первый этап диспантеризации, и это очень важно. За год мы производим сейчас около 63 тысяч исследований молочных желез. Раньше это было только 30 тысяч. Также в диспантеризацию включено и ультразвуковое исследование, это органы брюшной полости, исследование сейчас предстательной железы у мужчин с этого года. И на сегодняшний день производится около 1 200 000 исследований, ультразвуковых исследований в год в Чувашской республике. Вы видите, какие большие цифры. Кроме этого, изменилось не только количественное, но и качественное, так скажем, оказание медицинских услуг. То есть, например, УЗИ раньше проводилось брюшной полости, щитовидной железы, мы все знаем, малого таза. То есть, сейчас УЗИ широко используется и, конечно, у новорожденных, также в скрининге первого два года жизни. А также уровень специалистов позволяет проводить исследования всех органов и систем. Так, количество компьютерных томографий на сегодняшний день также превышает цифры, которые были в десятилетней давности. Если раньше мы проводили всего 5 тысяч исследований в год, то сейчас мы проводим 56 тысяч исследований в год. Конечно, значит, мы изменилась и структура этих исследований. Мы очень много проводим компьютерной томографии с контрастированием. Проводим исследования сосудов. Конечно, не говоря уже о том, что компьютерная томография всего тела и головного мозга, и грудной клетки, и брюшной полости, и малого таза, и шкалскую суставную систему. Забрали внутрь человека совершенно капитально, да? Да, совершенно капитально. И еще, конечно, у нас очень широко сейчас стала применяться магнитно-резонансная томография. Тоже мы делаем около 13 тысяч исследований в год. Исследование малого таза очень широко сейчас внедряется и в онкологическом диспансере, и это дает очень большую информацию для наших хирургов, для наших онкологов в плане мониторинга и выявления различных заболеваний у власти малого таза. Ну и денсотометрия у нас сегодня доступна. Три шикарных аппарата в Чувашской Республике у нас расположены. Да, денсотометрия имеет очень важное значение. У нас два аппарата на уровне Федерального центра терматологии и эндопротезирования там оснащены, и один аппарат находится в эндокринологическом диспансере. Это очень важное исследование, о котором, в принципе, не так известно. Ну, в общем-то, я рекомендую всем, особенно женщинам, после 50 лет проходить это исследование, потому что это показывает уровень остеопороза, есть он или нет, как бы насыщенность кальцием, костно-суставной системы. Ну, вот, уважаемые эксперты, я обычно традиционно в студии задаю вопрос, как устроена работа конкретной эндозологической службы. О вас так можно говорить? Наша служба представлена тремя уровнями, развернутой в 39 лечебных учреждениях. Первый уровень – это ЦРБ, где пациент может пройти и гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию. Каждый врач-эндоскопист владеет этими тремя видами исследований. Второй уровень представлен межрайонными центрами, городскими клиническими больницами. Здесь, кроме диагностической эндоскопии, проводятся и лечебные мероприятия. И третий уровень – это республиканские учреждения, такие как Республиканская клиническая больница, онкологический диспансер, и здесь же городская клиническая больница. На этом уровне проводятся операции вплоть до эндопротезирования верхних и нижних отделов пищеварительного тракта. И в этом году была выполнена 41 такая операция. Уникальные вообще вещи, да? Еще, наверное, 20 лет назад о них могли только мечтать, чуваши, и мечтать получить квоту в федеральных центрах. Да. Сегодня все чаще… Наши врачи молодцы просто, да? Они так освоили все это. Чаще сегодня мы прибегаем к вопросам стентирования. И пищевода, и толстой кишки на базе онкологического диспансера. Это значит, пациент не просто жив, а качество. И увеличивается качество жизни. Он может продолжать работу, он может жить без комплексов. Да, он может есть все, что хочет, понимаете? Это очень важно в жизни. Аналогично он и у нас, такая же организация, служба лучевой диагностики, также три уровня. Первичные уровни – это наши ЦРБ, которые оснащены классическими рентгеновскими аппаратами, цифровыми флюорографами и где-то мамографами. Дальше идут межтерриториальные центры, которые уже оснащены компьютерными томографами в обязательном порядке. Далее также рентгеновские исследования, ультразвуковые исследования все проводятся. И на специализированном уровне здесь уже подключаются магниторезонансные томографии и методики, которые имеют более трудоемкий процесс. То есть компьютерная томография с контрастированием, исследование сосудов где-то, исследование магниторезонансной томографии головного мозга также с контрастированием проводятся уже на специализированном уровне. А можно ли говорить о каких-то достижениях в помощи нашим пациентам через призму вашей специальности? Да, безусловно, эндоскопические исследования, возникшие как диагностический метод, очень быстро переросли в лечебно-диагностический, лечебно-оперативный метод исследования. То есть на сегодняшний день эндоскопический метод является золотым стандартом определения предопхолевой и опхолевой патологии. Безусловное достижение эндоскопического метода – это с развитием медицинской техники всевозможные эндоскопические технологии лечебного процесса. И в структуре оперативных вмешательств это в первую очередь так называемая профилактика рака, удаление доброкачественных опухолей, полипектомия. Ну так, понятно говоря, нашим телезрителям, радиослушателям делали колоноскопию, удалили полип. Да, увидели полип. Есть какие-то пункции под контролем цифровой маммографии. То есть у нас вот появился сейчас на базе городской клинической больницы цифровой маммограф со стезиотоксической приставкой, где можно провести биопсию, забор материала под контролем рентгена. Под контролем СДУК у нас проводятся оперативные вмешательства. В основном это используется хирургами при также травматизме каком-то вмешательстве на костно-суставной системе. И также ультразвуковой метод очень широко применяется в плане навигации пункционной биопсии. То есть мы проводим различные пункционные биопсии, трепанобиопсии под контролем ультразвуковой диагностики. Ну, если я правильно понимаю, то все это ваше железо, опять же, вот так обобщая говорю, оно позволило снизить летальность очень часто во многих нозологиях, да, распространенность. Самое главное – повысить выявляемость. Ну и завершая нашу программу, наверное, все-таки мы обычно говорим о профилактике. Можно говорить, что вот вся эта аппаратура суперсовременная, да, это и есть сама профилактика? Да, безусловно, это так, потому что выявление ранних форм заболеваний – это и есть профилактика заболеваний. И в первую очередь, ранних форм онкологических заболеваний. И сегодня я уже не боюсь повториться приказ от 2014 года о профилактике раннего рака кишечника, что сподвигло нашу службу увеличить количество проведения колоноскопий на 2000 за 2014 год больше. Опять же, проведение колоноскопии намного меньше, чем проведение гастроскопии. У людей остается страх перед этой процедурой. Я хотела бы сказать, что вот из всех видов рака рак кишечника предотвращаем. И если сегодня больной придет на колоноскопию, испытав небольшой дискомфорт, но, проведя это исследование, он может сохранить себе жизнь. Это очень важный момент. Да, и, конечно, использование наших методов лучевой диагностики. Я уже говорила о том, что это широкое применение флюорографии органов грудной клетки, проведение маммографии ежегодное и регулярное, конечно, способствует тому, что мы выявляем заболевания на ранних стадиях. Они говорят уже о том, что ультразвуковое исследование брюшной полости и других органов и систем позволяет достаточно качественно и максимально быстро, и даже без лучевой нагрузки выявить исследования на ранних стадиях развития, что позволяет сэкономить не только время, силы и средства, но и вовремя поставить диагноз, провести качественное лечение и сохранить жизнь пациента. Ну, на самом деле, уважаемые телезрители и радиослушатели, наша программа называется «Бумеранг». То, как мы относимся к своему здоровью сами, фактически имеет глубочайшие последствия, вне зависимости от того, квалифицированные врачи работают в наших больницах или нет, потому что, в первую очередь, о своем здоровье должны заботиться и думать мы. Всем доброго здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова